Кажется, мы нашли то, что искали. Смотрите, ресторан прямо в переулке. Я думаю, если вы смотрите на это все, вы даже не верите, что мы находимся в Дубае. Вы посмотрите. И вот надпись, да, ресторан. Действительно, он здесь находится. Руслана уже взяла менюшку. Смотрите, сидим за столиком прямо. Тут и кухня, и готовят, и продают. Да, если эти люди есть, смотрю, здесь тоже немало. Очень вкусный лаваш, очень вкусный, он поджаренный, хрустящий. Заходим в переулки дальше. Смотрите, что здесь происходит. Мы как будто бы потерялись. Я смотрю, они все на тебя так смотрят голодно, как будто бы тебя хотят украсть. Попали в какой-то крытый базар. Мне больше всего интересно, кто здесь вообще что-то покупает. Потому что я кроме работников здесь не вижу покупателей. Да, вообще туристов нет. Всем привет, друзья. С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет. Друзья, напоминаю, что мы находимся в Дубае. И прилетели сюда на один месяц. Остановились в районе Дейра в отеле Oyo 367 Evrica. И сегодня, ребят, мы решили снять для вас выпуск нетипичный Дубай. И показать те места, в которые не ходят туристы. Может и ходят, но крайне редко. Также хотели бы найти дешевую уличную еду. Показать, чем питаются местные пакистанцы, индийцы. Те люди, которые приехали в Дубай на работу. Ну и, конечно же, колоритные улочки. Одним словом, те места, в которые турист вряд ли бы отправился. Так что, ребят, усаживайтесь поудобнее. Заваривайте чаек. Нас заранее поддерживайте лайком. И всем приятного просмотра. Начнем с того, что Дейра это тот район, в котором в основном живут те люди, которые приехали в Дубай на работу. Это индийцы, иранцы, пакистанцы. Много людей из Азии, Филиппины. Какие еще страны? Ну, в основном все. Бангладеш, я знаю, что еще есть. А также в этом районе останавливаются бюджетные туристы, которые не хотят тратить много денег на отели. И выбирают отели в Дейре. Также есть апартаменты. Смотрите, в основном Дейра это отельно-ресторанный район. Тут везде ресторанчики, отели, апартаменты. И, в принципе, на этом все. Кстати, Дейра это самый старый район Дубая. И раньше, когда Дубай только строился, то был только именно этот район. А потом уже они застраивали все дальше. Здесь находится река Крик, в которой раньше местные жители ловили рыбу, добывали жемчуг и продавали ее. Тем самым зарабатывая себе на жизнь. До тех пор, пока в Дубае не нашли нефти. Да, кстати, для тех, кто не знал, раньше Дубай это был только район Дейра. Там, где мы сейчас находимся. Уже потом, после того, как нашли нефти, начали ее продавать. Начали строить даунтаун, марину, центр и другие районы с высотками и небоскребами. Вот в таком формате отдыхают местные жители, индийцы, пакистанцы. Они просто спят на улице. И, кстати, это очень странно, да? Я не знаю, почему. Обычно здесь все они снимают апартаменты недорогие или живут в каких-то маленьких казармах. А тут прям посреди улицы. Ну, мне кажется, это он просто во время обеда решил передохнуть со своим другом. Ну, тут это распространенное явление, скажем так. Многие думают, что Дубай это только пустыня и здесь нету зелени. Смотрите, как хорошо высажены деревья, пальмы. То есть даже Дейра, даже самый такой простенький район, имеет газоны, деревья, красивые клумбы. Дальше есть еще парки. Но, одним словом, в Дубае не так, как многие думают, что нету зелени, просто каменные джунгли. Тут вполне все с этим нормально. Есть парки, есть парки цветов. Чего стоит только парк цветов Дубай Миракл Гарден, да, в который мы ходили. Огромные, вообще, там, наверное, зайти, там огромные фигуры цветов. Я нигде раньше такого не видела, как здесь. Мы, кстати, на этот счет снимали отдельный выпуск, так что, если вам интересно, обязательно найдите его и посмотрите. А подобного типа рестораны находятся здесь практически каждые 50 метров. Вот, например, смотрите, Ал Йемен, Манди, Традиционал Фуд. В основном их держат пакистанцы и индийцы. И, кстати, вчера к нам в метро подошел индеец, который на русском говорит, и у него гражданство Беларуси, да? Да, и он в Беларуси еще открыл себе тоже индийский ресторан и продает там индийскую кухню. Да, чикен бириани, чикен капса и так далее. Он нас спрашивал, любим ли мы индийскую кухню, да? Ну, тут, как бы, кроме индийской кухни особо выбор не велик. Нам еще филиппинский ресторан понравился. Кстати, очень классный, очень вкусный и недорогой. Очень удобно, что на входе практически каждого кафе или ресторана есть меню. Смотрите, ну, это не меню, это просто блюда, которые они готовят. В основном это курица и рис с разными специями. То есть добавляют либо острые, либо травы какие-то. Также иногда вместо курицы говядину можно заказать. В основном везде, да, на выбор. Курица, либо говядина, рис или лапша. И еще есть рыба, но рыба чуть дороже стоит. Вот, смотрите, о чем я вам говорил. Тот ресторан мы вам показывали. Прошли 2 метра, еще один ресторан, еще один и еще один. И там я вижу еще один. То есть практически везде находятся эти индийские и пакистанские рестораны. Стоимость блюда в таком ресторане здесь, на главной улице, составляет примерно 3-4 доллара. Можно даже за 2-3 доллара, если без мяса. То есть если для вегетарианцев, либо с овощами, либо с яйцами, есть рис тоже. Это вообще тут стоит практически копейки. Что мне нравится в Дубае, это большое количество супермаркетов, которые работают 24 на 7. У нас, например, возле отеля есть такой супермаркет. И вот, можете наблюдать New Era 24 часа. Также для любителей фастфуда очень много KFC, Burger King, Wendy's, McDonald's. Расположены практически на каждом углу. То есть хоть райончик и обычный, можно сказать бюджетный, но везде это все присутствует. Да, везде можно найти, где покушать. Недорого и вкусно. Также не прошли мимо этот район и торговые центры. Вот перед вами огромный торговый центр, в котором есть Carrefour, супермаркет большой. И очень много для шопинга. Различных магазинов, брендовых магазинов. То есть не обязательно даже для этого ехать в центр, да? Да, здесь все полностью есть. Но честно вам скажу, лично наше мнение для сравнения. Мы, например, жили в районе Аль-Барша, который находится между центром и Дубай-Мариной. Там тоже большое количество бюджетных отелей и дешевых кафе и ресторанов. То есть цены практически такие же, как и здесь. Но очень удобно, что на метро практически за 5-7 минут можно доехать до центра, до Марины. В Дейре с этим, конечно, немного проблемнее. Потому что ехать приходится дальше. Стоит проезд максимальную стоимость, то есть 7,50. Если мы там ехали за 5, либо за 3, то здесь мы платим по максимуму, так как расстояние не близкое. Наткнулись на интересную вывеску Night Market. Скорее всего, это все дело открывается вечером. Смотрите, много столиков, всяких фуд-траков, где продают еду. Я смотрю, там индийская, там тоже индийская. Но в основном бургеры, пицца, фастфуд. Такое продают в Дубае. Мне кажется, это как рынок в Таиланде, да, ночной? Очень похоже. Тоже такое самое вы сделали и украсили. То есть просто берете в любой кабинке и садитесь за любой столик и принимаете пищу. Также насчет ресторанов индийских, пакистанских, которые бюджетные. Смотрите, раньше это было распространено в основном в Дейре. Сейчас мы заметили, что в районе Аль-Барша, в районе Дубай-Марина также присутствуют такие рестораны. Просто они находятся не в основных местах, на набережных, возле пляжей, а они немножко в глубине района. Например, в Дубай-Марине мы вам показывали ресторан Chill & Grill возле метро DMCC. И цены там, ну, такие же самые, как и здесь в Дейре. Также в районе Бизнес Бэй мы показывали ресторан Food Range. Бюджетный тоже индийская, пакистанская кухня. Единственное место, где нету таких вот бюджетных ресторанов, это, конечно же, центр, даунтаун. Если вы планируете останавливаться в центре, то, скорее всего, бюджетно вы там не найдете, где перекусить, пообедать или поужинать. Вот, смотрите, вроде бы обычный старенький район, но присутствует большой торговый центр. Смотрите, двухэтажный, большой, мы в него заходили. И находимся мы, кстати, сейчас между метро Аль-Рига, находится с одной стороны, и получается здесь уже метро Юнион. Проходим мимо магазина под названием Day-to-Day. Очень бюджетный магазин, где можно купить сувениры, одежду вообще за копейки. Я покупал футболку здесь за 5 дирхам. Также финики эмиратские здесь в основном по акции. Вообще, самый большой такой магазин находится на станции метро Аль-Сафа. Если вы будете ехать с центра или с Марины, то проще вам, конечно, в Аль-Сафу, да, приехать? Да, они сюда. Потому что в Day-Ru, это, конечно, дальше всего Аль-Сафа, там пару станций от центра. И вы найдете такой же магазин, который двухэтажный, большой. Можете там закупиться сувенирами, одеждой и прочими мелочами. Сразу же возле станции метро Юнион нам встречается парк. Смотрите, какие толстые пальмы. Я еще таких пальм не видел, честно говоря, как-то не обращал внимания. Тоже везде цветы, деревья. Смотрите, там отдыхают работники, либо местные жители. Ну, мне кажется, в основном тут лежат работники. Вон, после рабочего дня или во время обеда отдыхают. Вот они все идут. В основном, мне кажется, они тут прямо и обедают. Но парки здесь присутствуют. Смотрите, даже в Day-Ru видно лавочки, зелень, прогулочные дорожки. То есть с этим проблем здесь нету, как думают многие. Также я смотрю, они прямо здесь сушат одежду на кустах. Это вообще я такого не видела еще здесь. Это когда не успеваешь постирать и посушить, делаешь это в процессе рабочего дня. Вообще приятно находиться в атмосфере зелени и парка, когда знаешь, что в Киеве уже похолодало, уже осень. Зелени такой нету. Но, конечно, эта одежда на кустах выглядит, ну, очень странно. Нигде, кроме Day-Ru, мы такого еще не видели. Вообще. Кстати, здесь в Day-Ru есть очень интересная достопримечательность, которая называется Dubai Frame. Золотая рамка, поднявшись на которую, вы можете посмотреть на контрасте, как выглядел Дубай до и после. То есть с этой рамки, с панорамной площадки, видна Day-Ru. А с другой стороны, если смотреть с этой панорамной площадки, виден даунтаун, бурж-калифа, высотки, небоскребы. Мы, кстати, поднимались на эту рамку примерно два года назад. Если вы хотите тоже подняться и посмотреть, тем более, если вы будете отдыхать в Day-Ru, то обязательно вам рекомендую. Кстати, билеты удобнее всего, можно приобрести на сайте Туристина Дубай с открытой датой. Ссылочку, как всегда, для вас оставляю в описании под этим видео. Сайт полностью на русском языке. Также на этом сайте можно приобрести билеты в парке аттракционов дешевле, чем в кассе, экскурсии. На сайте присутствует русскоговорящая поддержка и оплата в онлайне. Без проблем оплачиваете, можно даже при помощи Apple Pay. Мы всегда так делаем, Apple Pay. И за минуту у нас билеты уже на электронной почте. Поэтому, ребят, рекомендую вам Туристина Дубай. Оставляю ссылку, как всегда, в описании под этим видео. Для тех, кто никогда не был в Дубае, хочу показать еще раз остановки с кондиционером. То есть вы заходите вовнутрь, и там функционирует кондиционер. И пока вы ждете своего автобуса, можно охладиться. Особенно, если вы отдыхаете в Дубае летом, когда жарко. Да, мы часто охлаждались. Хоть это, ребята, Дейра, но здесь тоже расположены дорогие, известные отели всемирные. Например, Эдисон, Хаят, Хилтоны есть. То есть большое количество высоток, смотрите. Хоть и старый райончик, но можно найти варианты здесь и подороже. Но честно, я бы вам рекомендовал, если вы хотите провести отдых в Дубае на все 100% идеально, то останавливаться 100% в районе Дубаи-Марина. Если немножко побюджетнее, то Аль-Барша, это метро Mall of the Emirates, либо Машрек. Идеально, мы там были, вообще супер, инфраструктура развита. Бюджетные кафешки, рестораны, все это тоже там присутствует. Также хочу вам напомнить, очень удобное приложение Shale, либо Tugis, которое помогает составить маршрут, если вы хотите доехать в ту или иную точку. То есть вы выбираете точку А и точку Б, оно вам показывает. В метро, например, сесть, пересесть на автобус, пройтись пешочком. Мы часто пользовались этими приложениями, и они очень нам помогали, когда мы посещали те места, в которых мы еще никогда не были. Смотрите, в Дубае мы нашли котиков. Вообще котиков очень мало, да? Да, они жарко, они прячутся. Ну смотри, им кто-то корм отсыпал, да? Они не подхаживают. Такие няшные, маленькие, смотрите. Кушают корм, подкармливаются, да? Я хотела как-то подкормить котов здесь, пошла, купила банку тунца, но у меня не получилось ее открыть, и я принесла банку тунца домой. И съела ее я? Да. Также информация по поводу такси. Смотрите, выгоднее всего останавливать такси с бордюра, с шашечками такси. Они везут сюда по счетчику. Либо же, если хотите приложение, то Karim дешевле всего, либо Uber. Ну, Uber уже дороже, но там, конечно, и тачки уже более летние. А сейчас мы попадаем в место в районе Золотого Рынка, Старого Рынка. Тут это все находится в одной точке. И тут, наверное, самое представучее местное, да? Да, они пытаются подойти к вам что-то, предложить, продать сумки, часы, экскурсию, шубы. Вот все, что угодно, они пытаются вам здесь предложить. Кстати, я заметил, многие русский язык знают. С Азербайджана, откуда они еще? С Киргизии, по-моему. Ну, короче, очень много людей русскоговорящих, которые предлагают свои услуги и пытаются здесь заработать. Тут, смотрите, аншлаг, в основном пробки, очень много машин. Именно здесь мы хотели бы найти самую дешевую уличную еду, потому что место очень колоритное. Прямо все здесь собрались, все национальности. Да, именно все рабочие здесь. Вот, например, смотрите, такие места, которые уже совершенно не похожи на Дубай. Больше напоминают какую-то Индию или Египет. Например, в Кургаде мы ходили по подобным переулкам. Мне даже немножко страшно здесь ходить. Но, кстати, в этом нет ничего страшного. Это просто мне страшно. Так что Дубай является одним из самых безопасных городов мира. Зато огромный плюс этого места, что здесь можно купить абсолютно все из-за копейки. Конечно же, придется торговаться, потому что каждый из местных жителей хотел бы навариться, как можно больше заработать. Но если торговаться максимально, как в Египте, например, да, то можно купить очень дешево. Да, тут абсолютно все есть. Я смотрю, и лампы, и фонарики, и светильники. Вон даже стиральные машины, по-моему, есть. Ну вот, мы проходим тоже магазин с люстрами. Еще очень странно выглядит, что магазины здесь даже в переулках. Смотрите, зашли в переулок. Раз, два, три, четыре, пять. Абсолютно везде магазины. А живут эти все работники, скорее всего, в вот этих апартаментах. Смотрите, везде маленькие окна, сушат белье. Также я видел, они живут в таких хостелах, где вообще в маленькой комнатушке по 8-12 человек. Это казарма. Это жестко. Мы смотрели видео, как снимали, прямо внутри, как это выглядит. Это, конечно, зрелище не из приятных, да? Кажется, мы нашли то, что искали. Смотрите, ресторан прямо в переулке. Я думаю, если вы смотрите на это все, вы даже не верите, что мы находимся в Дубае. Вы посмотрите. И вот надпись, да, ресторан. Действительно, он здесь находится. Руслана уже взяла менюшку. Тут вот бургеры, сэндвичи. Сейчас посмотрим, что тут вообще присутствует. Я буду, наверное, бип. Ты уже выбрала? А, я буду бип. Смотрите, за 4 дирхама можно взять небольшую лепешку или шаурму с курицей. Короче, мы решили тут что-то взять. Попробуем. Потому что цены вообще копеечные. Очень интересно посмотреть, какой оно будет на вкус. Все, мы уже зашли вовнутрь, сели на столике. Смотрите, сидим за столиком прямо. Тут и кухня, и готовят, и продают. Да, я с этим людей, я смотрю, здесь тоже немало. Да, но в основном местные. То есть, это мы, как туристы, наверное, зашли, они даже удивились. Смотрите, там вот кухня. Вообще напоминает маленькие гэнделлы где-то в Азии, да? Мне похоже на кафешку на Зандибаре, в которой мы как-то кушали. Я именно хотел вот такое как раз место колоритное найти, чтобы это было интересно. Запах тут, конечно, сгоревшей курицы или капусты. Непонятно чего. А вот и наши две шаурмы. Смотрите, так они большие. А ну, открой ее, покажи внутри. Много всего, да? Да, много мяса, оно горячее такое. Да, будем сейчас пробовать. Очень вкусно лаваш, очень вкусный. Он поджаренный, хрустящий. Смотрите, очень много мяса, оно в специях тоже очень классное. За 4 дирхама сойдет, да? Она большая. Ну, давайте попробую я. У меня тоже чикен парата. Ну, вполне вкусно. Мяса много, овощи, соус, смотрите. Правда, выпадает немного. У тебя нет? У меня нет. У меня нет, я свернула себе. Но очень вкусно, острое, классное. Ну, что ж, вышли мы из этого, так называемого ресторана. Так, сдачу не хотел давать, я ему дал 10. Такая шаурма по 4 стоит. И он говорит, не-не-не, все, 5, 5. Я говорю, так там же 4 написано. Тут не в том прикол, что мне жалко ему 2 дирхама дать. Просто, типа, это некрасиво. Просто взять, не дать сдачу, да? Ну, типа, как это? Я еще и нашел, не-не, там 5. Я говорю, так не... Не, если бы сказал заранее, что она стоит 5, то хорошо, без проблем. А так он дал меню, нам показал, где написано 4, теперь говорит 5. Заходим в переулки дальше. Смотрите, что здесь происходит. Мы как будто бы потерялись. Я смотрю, они все на тебя так смотрят голодно, как будто бы... Да? Как будто бы тебя хотят украсть, да? Вот каждый, который мы проходили мимо, на тебя оглядывался. Жесть, тут, конечно, происходит. Прямо вот пробка, много людей, да? Да, что-то такое движуха конкретная. Кстати, вот кафе еще одно на углу. Мне кажется, там наши туристы, да, сидят, по-моему? Это те, кто, наверное, здесь, в отелях Дейры остановились. Нашли это место. Но оно как бы не в таком переулке жестком, как мы были, да? Попали в какой-то крытый базар. И мне больше всего интересно, кто здесь вообще что-то покупает. Потому что я кроме работников здесь не вижу покупателей. Да, вообще туристов нет. Как будто бы мы одни тут, да, ходим среди всех этих людей. Но я смотрю, они здесь не сильно приставущие. Они-то, может, и не приставущие. Но мне интересно, кто это все покупает. Мы только что прошли около ста магазинов одежды, ста магазинов часов, ста магазинов всяких золотых там ювелирных изделий. Достейные везде. И покупателей нету. Стоят только продавцы, смотрите. Много закрытых лавок. Ну это жесть, конечно. Как будто бы глухой рынок без покупателей. Мне прям очень интересно. Если вы знаете, как они это все продают, можете написать в комментариях. Потому что я покупателей здесь вообще не вижу. Только продавцы. Плавно из этого базара мы попали на золотой рынок. Даже не ожидали. Как-то переулочками, переулочками оказались на золотом рынке. Мы подробно снимали видео про золотой рынок, про рынок специи. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Уже тут не будем удаляться в детали. Будем искать какие-то интересные, колоритные места, ресторанчики дальше. Очередная странная площадь, смотрите. На которой нету ни дороги, ничего. Вот голуби огромное количество. Там я вижу тоже ресторан какой-то. Вот это мы их испугали, да? Мы все-таки не наелись. Что-то обещал перекусить бы. Потому что мы так чисто налегке взяли. Мне интересно, оно хоть нормально усвоится? Я думаю, что нормально. Место такое подозрительное. Вкусное то такое, но, мне кажется, там... На вид тоже нормальное было. Подошли к какому-то очередному, скажем так, колоритному ресторану. Но, мне кажется, менюшки у них для туристов особенные, да? Да. Потому что там сидит много местных. Я сомневаюсь, что они по таким ценам покупают. Нет, они без них не друтся. Смотрите, как много людей сидит внутри. Прямо полностью ресторан завален. Нет, ну есть, конечно, переулки прямо сильно жесткие. Заходишь, а тут целый склад, кафе, рестораны. Продают. Вот кто зайдет покупать в эти переулки те же самые игрушки? Тут же нету людей вообще. Вообще никого нет. Только продавцы. Вообще поражаюсь. Как они продают? Что они тут имеют? Им же ж надо и аренду как-то заплатить. Ты какая красивая обая. Может, купи меня? Ты хочешь? Ну, да, в камушках красивая. Потому что я кондуру мерил, мне не очень она как-то шла. Мне неудобно мне было. А очень странно, здесь было вообще увидеть ламборгини. Вот, смотрите, слева от Русланы. Обычно тут такие обычные машинки, а тут прямо кто-то на ламбе приехал. Как это, да? Я не знаю, смотрю, стоят местные работники, ее фоткают, снимают на видео. Может, они за золотом приехали на золотой рынок? Может быть. Пока проходим мимо, грех не показать вам еще раз самое большое в мире золотое кольцо. Самое тяжелое. Смотрите, с камнями Сваровски. Жесть, оно прямо как пояс огромное. И это все настоящее золото. Его специально установили на входе в золотой рынок, чтобы туристы увидели это кольцо. И все, сразу загорелись и подумали, что надо скупить все золото на этом рынке. Вот, смотрите, какая красотка. И местные работники стали в очередь, чтобы с ней сфотографироваться. Дошли мы уже до рынка специй. Тут уже как бы более туристическое место. Как-то не так интересно, как в колоритных местах. Да, здесь людей побольше. Мы про это место делали отдельный выпуск. Обязательно его посмотрите. Не хотим повторяться. Уже тут как бы весь колорит заканчивается. Так что, ребят, на этом моменте будем заканчивать данное видео. А если оно вам понравилось, то обязательно поддерживайте нас лайком. Пишите свои комментарии. Как вам уличная еда? Как вам колорит Дубая? Знали ли вы, что в Дубае есть такие места и такие районы, как мы показали вам в этом выпуске? Также, ребят, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на нас в Инстаграмах. Потому что именно в Инстаграмах мы публикуем самую актуальную информацию в реальном времени. Ссылочки на Инстаграмы есть, как всегда, в описании под этим видео. И, ребят, до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.